Татьяна Меньшикова начала трудовой путь в Сарове учителем немецкого языка в 20-й школе. В закрытый город она переехала, выйдя замуж. Позже Татьяна Прокопьевна перешла на должность педагога-психолога. По её словам, определяющим моментом в выборе профессии педагога стала любовь к людям и детям. В руках педагога – душа ребёнка. И на протяжении многих лет Татьяна Меньшикова старалась посеять в детских душах добрые семена. Я 20 лет проработала в школе номер 20. Считаю, что самая лучшая школа. Ну, одна из лучших, будем так говорить. Я продолжила свою деятельность затем в детских оздоровительных лагерях. Но все мои знания, умения и навыки психолога, педагога, они, конечно же, пригодились и там. Праздничный концерт для ветеранов педагогического труда прошёл во Дворце детского творчества. Открыли программу первоклассники и выпускники школы номер 17, которые исполнили трогательный вальс. Творческие номера подготовили солисты и ансамбли образцового коллектива «Звездопад», вокальные студии «Волшебный микрофон», хореографического объединения «Ритм», объединений «Арт-микс» и театральный интенсив. Со сцены прозвучали благодарности тем людям, кто много лет отдал дело воспитания молодого поколения. Учитель – это не профессия, а, наверное, образ жизни. Со многими из вас мы продолжаем активно сотрудничать, встречаться, общаться. И ваш опыт, ваша мудрость помогает нам воспитывать нынешнее молодое подрастающее поколение. Поэтому от имени департамента образования я вас сердечно поздравляю с этим праздником. Самое главное для учителя, чтобы он, конечно, любил детей, любил свою профессию. И мне кажется, до конца жизни все и работающие, и уже учителя на пенсии остаются навсегда учителями. Кроме ребят, на сцене перед гостями выступили и коллеги – педагоги творческих дисциплин. Ветеранов педагогического труда не забывают, приглашают на городские мероприятия. Им устраивают концерты и вечера. Каждое мероприятие – хороший повод встретиться и пообщаться, насладиться творчеством, вспомнить хорошие моменты и поделиться мудростью с молодыми учителями. Хочется отдельно поздравить тех педагогов, которые не могут по состоянию здоровья посещать наши мероприятия. Но они наверняка смотрят все передачи канала «16» наших саровских телестудий. Поэтому здоровья им в первую очередь. Будьте все здоровы, счастливы и не падайте духом. И для вас, для всех, мои дорогие, я вот такое стихотворение прочитаю. Вновь в декаду мы с тобой соберемся, попоем, что-то вкусное заготовим, хором здесь чайку попьем, номеру для нас все краше, дома что одной сидеть. Мы привыкли к коллективу, веселее так нам жить. На концерте также присутствовали родители, ученики и педагоги школ. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.